Успеть больше. Вот она главная цель 216 юных участников первого муниципального молодежного образовательного форума «Вдохновляйся, молодежь». Здесь можно не только познакомиться с активными и талантливыми сверстниками, найти новых друзей, но и научиться новому обсудить важные темы. К примеру, специальную военную операцию с военкором и блогером Маратом Хайрулиным. За ним в Телеграм следят десятки тысяч подписчиков. Вместе с осногорскими ребятами военкор искал ответ на вопрос, почему быть патриотом сегодня важно. Ну а после разговор с военкором продолжился, но уже в формате мастер-класса. Марат Хайрулин поделился тем, как успешно вести и развивать свой блог и где найти наставников. Создаются различные такие проекты общественные, талантливых детишек, которые хотят стать блогерами. Блогер – это по всяким вопросам очень популярная профессия. Многие дети хотят именно стать блогерами. И поэтому государство, чтобы взять это под крылышко, создать среду для наставничества, придумывает различные проекты. Один из таких проектов как раз «Северные города. Место силы», где мы тоже постараемся для талантливых ребят создать такую платформу с наставниками. На мастер-классе «Как стать успешным блогером» свои вопросы Марату Хайрулину могли задать не только участники форума, но и волонтеры «Победа». Тоже в большинстве молодые люди, которые помогали организовать работу площадок. Самое важное, что мне интересно, например, что главное в блогерстве, например, он мне ответил, что самое главное – это аудитория. Спросил про критику, как он принял. То есть, критика может быть плохая и хорошая, и он мне ответил, как он принял ее. И так на каждом из 12 мастер-классов и образовательных площадок, которые работали на форуме. Спикеры делились с молодежью Сосногорска не только знаниями, но и собственным опытом, мотивируя действовать. Так молодые люди узнали не только секреты работы в МИДе, но и то, как открыть свое дело. Поговорили о современном искусстве и стрит-арте, важности патриотического воспитания и патриотических движениях. Юным участникам форума рассказали и о главных достижениях Республики Коми, а также научили разрабатывать социальные проекты, которые помогут преобразить Сосногорск. Эти ребята в рамках тренинговой группы, тренинговой работы разработают как раз проекты. Скорее всего, это будут проекты по благоустройству, как они могут благоустроить территорию Сосногорска, что в рамках их возможностей. То есть, прежде всего, ребята должны сами смочь это реализовать, как проект. На молодежном форуме молодые люди приняли участие в дебатах. Диспутировали и о том, стоит ли оставаться в Сосногорске или реализовать себя в более крупных городах. Участники дебатов не только смогли поупражняться в риторике, но и обратили внимание на то, что можно переменить в Сосногорске, чтобы молодые люди охотнее оставались на малой родине и развивали ее. Одним из судей дебатов стал руководитель администрации Сосногорского района Ильдар Махмутов. Многие идеи, они очень хорошие, допустим. Я для себя тоже подчеркнул многие идеи. Это те, которые, допустим, мне говорят, что надо уехать, потому что то-то, то-то, то-то. То есть, я для себя тоже отметил, чтобы скорректировать работу, нашу работу, в этом направлении, чтобы убрать эти причины для молодежи. В конце работы образовательных площадок и мастер-классов юных сосногорцев представили свои проекты, которые они разработали. Например, Центр командиров российской молодежи, который объединил бы все молодежные патриотические движения Сосногорска. Представили ребятам и арт-объекты, которые могли бы дополнить семейный парк Югодлун. Но самое главное, что получают молодые люди на форуме, это общение со сверстниками и опытными наставниками, которые могут помочь юным сосногорцам найти себя. Эти форумы, думаю, помогут молодежи. Может быть, они найдут свое образование, найдут человека, который мог бы дать ему совет, помочь в будущем. После чего они начали делать первые шаги к своей цели и мечте. 23-й год. Год молодежи в республике Кобя. Первый муниципальный молодежно-образовательный форум «Вдохновляйся, молодежь» стал достойным его завершения в Сосногорске. Молодые люди здесь получили опыт, знания и умения, новые знакомства и друзей. С которыми они войдут в приближающийся 2024-й. Анна Зубарева, Роман Кирпа, телеканал Юрган, Сосногорск.